Подводить итоги чемпионата за несколько туров до его окончания дело обычное. В чемпионате Приморского края по мини-футболу за три тура до конца тоже определились лидеры турнира и прямые соперники по таблице – Владивостокские команды, Аркада и ОФК. Их встреча должна была стать решающей в розыгрыше трофея текущего сезона. Две предыдущие встречи между этими командами закончились со счетом 5-5. На данный момент ОФК опережает Аркаду в турнирной таблице на одну очко. Впереди еще помимо этой игры очно еще два тура, но скорее всего 99,99% что эти команды в следующих турах очков уже не потеряют. У футбольного клуба ОФК, будучи на первом месте в таблице, задач было куда меньше, чем у соперника. Команда красных была бы довольна и ничьей, а вот Аркаде нужна была только победа. Открыть счет в этом упорном соперничестве первым удалось все-таки ОФК. Несмотря на пропущенный гол, Аркада в первом тайме выглядела более уверенней, проводя уйму опасных атак. Ждать результативного ответа от синей команды долго не пришлось. Именно в таком скоротечном формате и прошла первая половина. Соперники обменялись еще по одному голу и ушли в раздевалку при счете 2-2. Уверенности в своей победе на этом моменте не было ни у кого. Ощущения двуякие. С одной стороны, получил большое удовольствие от красивой игры, с другой стороны, мяч в раздевалку никогда не внушает доверие. Мы укрепили состав, взяли хороших игроков и теперь мы вышли на три четверки. Поэтому и проще, потому что против такой укомплектованной команды, как ОФК, играть двумя четверками физически практически нереально. После перерыва Аркада довольно внезапно вышла вперед, причем превратив счет сразу в 4-2. Красные стали заметно убавлять в скорости и натиске, однако, сделав несколько удачных замен, игроки ОФК смогли организовать рывок, в котором сократили отставание. А буквально за считанные секунды до сирены Аркаду еще раз огорчил капитан соперников Никита Замарока, который свел напряженный матч на очередную ничью 4-4. Ощущения приятные. Не каждый день, не каждая игра становится вот таким шоу, которое мы дарим болельщикам, себе, сопернику. Мы стремимся сделать и показать красивую игру. Ничейный результат ожидаемо пошел на пользу лидеру чемпионата. А теперь ОФК осталось не ударить в грязь лицом в последних двух турах с более слабыми соперниками. Аркада же потеряла шанс выйти на первое место и теперь, скорее всего, закончит этот сезон в статусе вице-чемпиона. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.